привет друзья что самое главное в хорошем застолье хорошем празднике конечно же это вкусно и да замечательный хороший дорогой алкоголь и прекрасная компания но есть еще один аспект который невероятно важен это впечатление которые ваши гости получат после вашего праздника о чем я говорю вот смотрите-ка прошел праздник вы отлично погуляли а гости между собой ты знаешь так если неплохо спал блин было изжога все время тошнило а что такое да вроде бы все были хорошие продукты и все было бы прекрасно и танцевали вроде бы смеялись и все замечательные денег вы много потратили на это мероприятие дело в том что ребята когда вы планируете праздник и собираетесь пригласить гостей вам нужно подумать о меню вы должны сбалансировать меню так чтобы она была сытная вкусная не сильно жирная но питательная чтоб там было много овощей фруктов и самое главное это десерт правильный десерт что такое десерт десерт это прекрасное окончание нашего вечера нашего праздника если десерт будет тоже тяжелый так же как и все предыдущие блюда например вы накормили жирной запеченной свининой с хорошим соусом картошкой фри и тому подобное и подаете на десерт жирный торт масляный крем ой какая вкуснятина да и что получается ваши гости всю ночь не могут уснуть с сжогой так вот если у вас очень сытная плотная еда то десерт должен быть легкий фруктовый без теста без тяжелых кремов сегодня я вам дам замечательный десерт готовится крайне просто очень эффектный очень вкусный мы с вами сделаем сегодня ресторанное фламбе фламбе из банана и ананаса один из самых важных ингредиентов это ром я хочу вас познакомить с ромом эспера из доминиканской республики он на основе кофейного экстракта в его составе большое количество экстракта тростникового сахара много ванили запах плотный запах кофе вот так вот он выглядит видите какой он плотный тягучий тягучий да то есть его можно пить конечно как самостоятельный напиток это 40 градусов крепости алкоголя его нужно нюхать просто бесконечно здесь столько ноток всяких и ваниль и шоколад и кофе и что-то такое знаете тропическое короче говоря если вы готовите подобные десерты которые мы сегодня с вами приготовим нужно покупать очень хороший самый вкусный в сегодняшнем нашем десерте я буду использовать ананас дело в том что в ананасе есть такое вещество называется бромелайн а это пищеварительный фермент он помогает нашему организму нашему желудку переваривать белковую и углеводную пищу поэтому в конце вечера когда вы очень сытно накормили своих гостей ананас поможет вашим гостям прийти домой и лечь и спать как ангелы и вспоминать ваш вечер о боже как это было вкусно как это хорошо и самое главное я сегодня спал прекрасно несмотря на то что скушал очень много и выпил немерено вот вперед чистим ананас дело не хитрое все прекрасно наверняка это знают все это дело убираем связаем убираем от эти вот глазки есть такой еще фокус по кругу эти глазки убирают но я не буду этого делать весь ананасом не понадобится нам понадобится кусочек я делаю порцию сегодня на 4 человека центр убираем вот мы будем использовать вот этот кусочек нам нужно два банана средней спелости он не должен быть переспелый но не должен быть зеленый чистим включайте свою плиту 4 столовые ложки белого сахара и 1 столовая ложка коричневого тростникового делаем кармель греем потихонечку да у нас с вами блюдо называется фламбе а что сегодня будем его с вами поджигать поджигать этот ром ну все вы это увидите да ничем не мешать только встряхивать средняя ну регулируйте так чтобы сахар ваши заплавился постепенно он не должен гореть он быстро становится коричневым кстати да 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 конечно отходить ни в коем случае не надо все время регулируйте огонь потому что видите половина уже у меня коричневая часть у меня еще белые делаем огонь тише ну и направляем наш ананас и бананы 4 ложки грецких орехов у нас после сами на 4 человека следите за огнем если нужно выключайте жарим с каждой стороны в среднем по пару минут нам нужно хорошенечко прогреть наши фрукты не забывайте постоянно включать и выключать как только карамель сильно остывает сразу включайте как только она у нас с вами нагревается чрезмерно вы сразу выключаете наливаем наш замечательный ром и сейчас не пугайтесь будет формирование бананы убираем пока что теперь соус нам надо немножко уварить ананасик наш прикрываем крышкой даем ананасу буквально минуты две-три потомиться так чтобы он был помягче добавляем щепоточку соли хорошо ананас в сторонку 100 грамм сливочного масла венчиком вбиваем у нас с вами порция 4 человека получается сливочного масла 25 грамм на человека да пока что она у нас с вами еще горячая поэтому не нужно если будет слишком горячо то масло у нас с вами отобьется она не возьмет это необычный десерт конечно же скорее всего вы такого не пробовали потому что все таки основа здесь у нас очень крепкий вкусный ром анютка попробуй фрукты обратно смотрите аккуратненько все мягкое оля-ля как же это красиво все в сторонку давайте взбивать крем и начнем сервировать этот десерт очень хорошо сочетается со взбитыми сливками не сладкими потому что он достаточно агрессивно сладкий сам по себе у меня многие наши подписчики спрашивают а как взбивать сливки я честно говоря был уверен что об этом знают все ну раз был вот такой вопрос значит давайте буквально пару минуточек посвятим этому делу во первых сливки жирность должна быть не менее 33 процентов ниже уже не будут у вас взбиваться как положено они должны быть холодными то есть минимум должны лежать ночь в вашем холодильнике если теплые они разойдутся и не собьются чашка в которой вы взбиваете она должна быть охлаждена венчики которые вы взбиваете они должны быть тоже охлаждены короче говоря когда вы собираетесь взбивать сливки все это дело поставьте в холодильник и пусть хотя бы ну полчаса часа полежат и остынут перед тем как открывать их взболтайте их потому что за целую ночь они разъединились и наверху будет у вас жир внизу молочко существует два варианта мне взбивания сливок это мягкий пик и плотный пик мы будем взбивать плотный пик для того чтобы украшать наш десерт мягкий пик используется для соединения с другими ингредиентами с другими кремами для того чтобы его не перри взбивать вы же вы собираетесь дальше допустим из него делать следующий этап крема поэтому если у вас будет плотный пик то вы уже ничего с ним не сделаете плотный пик это уже максимальная точка взбивания взбиваются сливки достаточно быстро скорость миксера должна быть минималь чашка должна быть чисто я не жирная хорошо помытая высушенная если скорость будет большая у вас есть возможность что сливки опять не собьются на этом этапе можно добавить немножечко скорости у меня на миксере 5 делений это второе деление взбивали мы на единички ну еще буквально секунд 15-20 и все да главное не перезбивать иначе у вас получится масло и молочко отдельно вот сейчас этап мягкого пика вот это у нас ребята вот мягкий пик ведь и если мы его переводчим он течет это состояние для дальнейшего приготовления крема добавление каких-либо других ингредиентов готово видите нет чуть-чуть ничего можно перевернуть отлично кулинарный мешок насадка пришло время серверовать ну друзья вот замечательно легкий десерт прекрасное окончание вашего праздника как вам нравится но готовится как видите крайне просто давайте дегустировать аромат стоит невероятно но это конечно ром очень вкусный ну анютка но давай эксперт главный должен быть первым а орех не забудь орех хорошо вот такая вот вкусняшка ммм попробуй пожалуйста давай ммм очень ароматно ну правда какое-то украшение этого десерта ну да вкусная карамель орешек как тебе бананчик очень легко на ощущение очень легкость такая десерта то чего ты добивался да 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 то есть здесь нету теста нету жирных кремов вот после такого десерта ваши гости пойдут домой лягут и будут спать как ангелочки друзья давайте попробуем ананасик так берете ананасик кусочек бананчика все это в карамельном соусе ай-яй-яй-яй-яй-яй вот так вот немножечко сливочек загрузили вилочку ммм а если они заживут еще вон тем листиком мяты они будут спать как младенцы вообще вечным сном да мято как раз кстати легкость и нервы успокоить таки да ребята это королевские украшения ну на этом все надеюсь что вам было интересно вы что-то узнали для себя новенькое чему-то научились новые подписчики добро пожаловать рад вас всех видеть надеюсь что вам будет интересно на нашем канале тепло и уютно увидимся в следующий раз мои дорогие пока